Святник духовный. Часть вторая. Кассета вторая. Монашество. Рабы умирают от недостатка воды. Так умирает сердце инока, духовное движение, рождающееся от Бога. Когда инок часто живет и обращается с мирянами. Святой Исаак Сирин. Бескрайне надо не выходи вон из монастыря, и в светские домы не входи, иначе воротишься уже не тем, каким выйдешь, Тихон Задонский. Когда и для спасительных отстоятельств выйдешь из уединенного пребывания, то уже не тот возвратившийся, каков был в уединении. Сказал некто, Сенека, всякий раз, когда пробыл между людьми, возвращаясь к себе менее человеком. Мы часто испытываем это после беседы, потому что легче молчать, чем в беседе не сказать лишнего. Легче оставаться дома, чем уберечь себя, как следует в обществе. По-матинтийски. Подрогая мудрости пчел, которые видят множество ос, летающих вокруг их, пребывают внутри улей и избегают уносимого им вреда. Когда нужда заставить тебя показать в свет, то подражай голубице, которая была принуждена вылететь из ковчега, но скоро возвратилась в ковчег, потому что вне его она не нашла никакого места для своего успокоения. Когда ты выходишь из уединения, храни собранное, ибо если отворены дверцы в клетке, то птицы в затворе бывшие вылетают, и тогда уже не будет нам никакой пользы от всего безмолвия. Иоанн Лестничник. Держи стражу над собой в келье, держи стражу и вне кельи. Прежде чем принять на себя столь важный, высокий и много требующий чин монашества, можно еще живя в мире настолько расположить себя к нему и приготовить ненравственно, чтобы все требования и правила монашества казались не новыми, а уже испытанными, не тягостными, а удобно исполнимыми. Если прежде не научишься хорошо жить с людьми, то и в уединении не можешь хорошо жить. Если не научился жить в мире с людьми, то и в пустыне не найдешь себе мира. Если прежде не приведешь себя в правильное настроение, пребывая между человеками, то не возьмешь стяжать его и жизни, живя наедине. Если какие неувраченные пороки мы перенесем в пустыне, то они будут только скрыты в нас, но не истреблены. Святой Касьян Ремлянин. Человек с доброй совестью со всяким может завести дружбу, а худой и в уединении мучится и беспокоится. Сенека. Не думай, будто удалясь в пустыню, ты один. Если нет при тебе Бога, то непременно с тобой дьявол. Где не быть от козни татанинских не уйти. Тихон Задонский. Принимающий на себя монашеский чин должен знать, что здесь-то в одиночестве особенно и нападает злой дух на душу, желая совратить ее с прямого и верного пути спасения. Живущие в мире борются с бесами, как с агнцами, а пребывающие в уединении борются с ними, как с тиграми и леопардами. На первых порах, как учат прошедший путь подвижнической жизни, злые духи борют монаха особенно скукою, унынием, тоскою по оставленным им мире, побуждая его этим оставить одиночество и опять уйти в мир. Монаху должны знать это наперед, чтобы не прийти в малодушие при таком искушении, но спокойно встретить его и мужественно бороться с ним, владея и действуя непобедимым оружием молитвы. Некоторый брат пришел к искусному старцу и сказал ему, «Авва, я скучаю, пребывая в пустыне». Старец сказал ему, «Молись чаще, и Бог поможет тебе, подаст силу и спокойствие». «Молитва есть врачество от печали и уныния». Нил Сенаськи. 15. Земная жизнь человеческая. Настоящая жизнь наша не есть жизненная и действительная, для какой мы предназначены Творцом. В отношении к будущей, ожидающей нас жизни, она есть то же, что жизнь птенца в яйце, что жизнь младенца в утробе матери. Земная жизнь есть только начало приготовления к жизни. Настоящая жизнь наша дана нам для того, чтобы мы приготовили себя к жизни будущей. Самая истинная цель всей конечной жизни – есть научиться жизни бесконечной. Жизнь наша в мире всем не иное, что, как непрестанное путешествие к будущему веку. Никогда не должно забывать, что мы все в дороге и возвращаемся в наше Отечество. «Кто с котомкой на плечах, кто нарезывает четверне, но все войдем в одни ворота». Человек одними вратами путем рождения входит в мир всей, а другими, то есть вратами смерти, выходит из него. Вот человек. И здесь не туземец, а чужой гость. «И душа и тело гостя, один небесный, а другой земной» – 50, 12, 7. «Как Авраам в земле Хананской не имел постоянного обиталища, а только гроб наследственный, так и настоящая жизнь наша есть только место, гостиницы и гроба. Мы здесь на земле только в гостях, а дом наш, Отечество наше – там, на небе. Отечество наше на небесах, а здесь – чужая сторона, которую проходим на небо. Потому-то нам здесь иногда бывает так скучно, что ничем земным не можем рассеять тайны своей грусти. Это тоска по небу, как к родной стране. Будем смотреть на наш жизненный путь, как на стезю, ведущую к небу. Тогда ликомысленный одумается направить свои стопы к истинной цели. Тогда порочный обратится и станет искать пути, ведущего к добродетели. Тогда печальный, гонимый и презираемый мужественно будет переносить краткое время печали. На пути мы все, и хорошо думать о всем, чтобы не забыть путевых распоряжений. Не привязывая свое сердце к гостинице, в своем земном странствовании, никакой благоразумный человек не строит дома на пути. Жалко тот человек, который вместо того, чтобы построить дом в своем Отечестве, строит его в стране чуждой и ничего не готовой для Родины, в которой жить должен. Кто не скорбит и не воздыхает, как странник на земле, тот не будет гражданином неба. Земная жизнь наша есть не что иное, как непрестанное и беспрерывное приближение к смерти. День рождения подает руку дню смерти. Жизнь есть начало смерти. Первый вопленного рожденного пришельца в мир есть первый вестник смерти его и первое надгробное ему слово. Едва успеет человек одной ногой вступить в мир сей, как другой ставит уже в гроб. Немощь рождения, суть как бы уже начатки смерти. Колыбель предпеча гробов, теминых, первый край погребальной плащаницы. Настоящая жизнь наша, возрастая, вместе и убавляется, умножаясь, уменьшается. Чем более живем, тем более умаляется житие наше. Жизнь наша, подобно мореплавателю, как он во время плавания стоит и сидит, или лежит, всегда приближается к пристани и идет туда, куда корабль стремится. Так, подобно и мы, спим или бодрством, лежим или прохаживаемся, во всякую минуту времени к концу приближаемся. Брат смертный, да будет, сколь возможно, долго твоя жизнь, однако наш смертный одр недалеко. К нам быстро приближается сидящий на бледном коне. Имя ему смерть. Откровение 6.8. Филарет. День жизни человеческой нередко прежде вечера, прежде полудня, пресекает ночь смертная. Летая наша, как паутина. Жилище паука, как бы оно ни было крепко устроено, тотчас разрушается, как только пригоснется рука или что другое. Так и жизнь наша тотчас может прекратиться от малейшего случая, от того, от чего вовсе не думаешь, не ожидаешь. Братья, мы теперь здесь, и кто знает, надолго ли. Каждый шаг, который мы делаем в пути жизни, есть шаг, ведущий нас к последнему шагу. Увы, душа моя, зачем не родишь-то о жизни своей? Зачем в России не проводишь немногие дни ее? Не знаешь разве что? Вот и позовут тебя. Святой Ефрем Сирин. Наша обязанность всегда всю жизнь нашу вести себя так, чтобы, когда станут звать нас из этой жизни, неверно сказать, готово сердце мое. Затоуст. Самая лучшая польза от всей жизни – умирать ежедневно. То есть каждый день жить так, как будто должен каждый день умереть. Ежедневно умирай, чтобы жить вечно. Жизнь наша одна минута в сравнении с вечностью. Что капля в сравнении с беспредельной путины, это настоящая жизнь в сравнении с будущей. Затоуст. Бог сократил дни наши, чтобы не удлинялся ряд грехов наших. Жизнь короткая и быстро пролетает, говорит опытность. Продолжи и задержи ее добром, говорит ум. Весьма скоротечная жизнь наша, но в ней приобретаем или теряем вечную жизнь. Будем взирать на всю жизнь нашу, как только на весьма непродолжительный рассвет того великого дня, которому нет вечера, и который, может быть, скоро уже воссияет для кого-либо из нас, или в обители блаженства, или в безднах адовых, смотря по тому, как мы здесь располагались своими мыслями и чувствованиями, желаниями и действиями. Бодрствуй, брат. Ты смертен и недолговечен. Не желай же за малое время усложнения потерять жизнь вечную. В Арсенофе Великий. Не привязывай свое сердце к земной жизни, как потому, что она кратко сама в себе и ничтожна в сравнении с будущей жизнью вечной, так и потому, что и это краткое течение ее не радостями только наполнено, но и скорбями, подобно волнам на море, сменяющими одни других. Тени и колесу подобны житейские скорби и радости, потому что они постоянны, как тень, и вертятся, как колесо. Нил Финайский. Не должно здесь ни радоваться, ни печалиться, ни унывать, потому что радость и печаль в жизни непостоянны, и друг за другом следуют. Совершенный муж тот, кто с одинаковым состоянием духа, с благодарностью принимает от всех промыслительные руки Господа как счастливые, так и скорбные перемены своей жизни. Подходит ли к вам с улыбкой счастье, чтобы осыпать вас своими дарами? Подайте ему руку. Избирается ли оно улететь от вас? С равнодушием возвратите дары его и не жалейте, если оно расстается с вами. А одним детям свойственно бросать все игрушки, когда у них одну отнимают. Из счастливой течения дел человеческие да не производят в душе твоей неумеренной радости, и скорби да не унижают ее бодрости и возвышенности унынием и стеснением. Спасилий Великий. Приобретай так, как бы не имел нужды, теряй так, как бы отдавал излишнее. Филарет. Самые радости настоящей жизни не без оттенка печали, как картины, не без теней. Как житейская сладость пребывает в печали непричастна. Как житейская сладость пребывает в печали непричастна. Как возможно любить жизнь человеческую, хотя столько в ней горечи, и так она подвержена напастям и бедствиям. Что жизнь человеческая исполнена в опле и плаче, ясно да знаешь это, видя, как плачут младенцы, едва выходя из утробу матерней. И как слово оплакивается бедный человек по смерти. Нил Синаевский. Проливать слезы или быть оплакиваемыми? Вот наша земная участь. Природа поставила нас среди гробниц друзей, и среди гроба готова поглотить нас самих. Жизнь наша исполнена сетованием о прошедшем, трудом настоящего и страхом за будущее. Начало нашей жизни проходит в неведении, середина ее заботами обременяется, а конец удручается дряхлостью старости. Недаром все народы имели древнее предание, что земное состояние человека есть его падение или наказание. Это предание основано на чувстве сердца. Болезнь ожидает нас здесь, при входе и выходе. А в средине, под розами здоровья, кроется змея сердечных горестей. Вся наша жизнь состоит из того, чего еще нет и чего уже нет, и желаний, и сожалений. Справедливо один ветхозаветний праведник, испытавший при жизни много скорби, и сказал, что жизнь человека есть война, и я всем один с еврейского, или борьба с миром и дьяволом. Едва отходит одна беда, одно искушение, как другое приходит. Еще не кончилась прежняя борьба, а уже приступают во множестве другие брани неожиданные. Помахим письмо. Борьба с недостатками есть наш удел на земле, а умеренность и терпение первые добродетели. Не иметь пристрастия к земной жизни и презирать все житейское не значит еще презирать жизнь, но значит, напротив, знать истинное определение и, следственно, истинную высоту, высокую цену ее. Жизнь есть дар Божий, располагать ее по собственному произволу, а не по воле Божией, значит быть преступником. Жить надо бы для Бога и любить жизнь для Бога. Этот век дан Богом для покаяния. Если истратим его попусту, живя худо, то очень будем жалеть о нем, но не найдем его вторично. Жизнь есть поприще борьбы. Горы тому, кто не выйдет из нее победителем. Вечная смерть – вот участь его. Настоящую жизнь почитай торжищем. Если пустишься в торговлю, то останешься с прибылью, потому что на замалуе получишь в обмен великое и за скоро приходящее вечное. А если пропустишь случай, другого времени для такого обмена уже не будет. Григорий Богослов. Текущее событие жизни походит на ярмарку. Кто умеет торговать, получает прибыль, а кто не умеет, несет убыток. На каждое дело жизни смотри, как на шаг к небу или аду. Будем жить на земле для неба, во времени для вечности. Люди радовались при твоем рождении. Живи так, чтобы плакали по твоей смерти. Шестнадцать. Труд и праздность. Жизнь есть труд. Труд есть жизнь. Если жизнь есть деятельность, то по обратному заключению безделие и праздность не есть жизнь. По крайней мере, не есть жизнь разумного и нравственного существа. В природе все, от малого до великого, находятся в непрерывной деятельности. Бездушные твари, солнце, луна, земля, животные, ангелы. Неужели один человек будет составлять исключение из этого закона? Бог сотворил человека для труда и дал ему для всего необходимые члены. Празднолюбец, следовательно, уклоняется от порядка Божия и от цели творения. Златоуст. Убегать от труда, как от наказания Божия, возможно ли безопасности большого наказания? Нищета подобна курьеру, а она скоро настигает ленивого. 3.6.11. Люби труд. Если он и не нужен тебе для твоего содержания, то, может быть, нужен как врачевство. Труд есть здоровый для тела и пользы для души. Как свежие воды, превратившись в стоячие, портятся, так точно душа и тело человеческие портятся от праздности. 1. Crown Один мудро-основатель сказал, что труд есть страж добродетели. Такой праздность гибель душе, и больше демонов могут вредить ей. 1. psyche не занятая душа хорошая кузница сатаны. 3. Матерью пороков признавай леность, потому что блага, Благо, какие имеешь, расхищает, а каких не имеешь, не допускает приобрести. Ни разу замечено, что люди, наиболее имеющие свободного времени, наименее употребляют его с пользою. Сто лет праздности не стоит одного часа хорошо употребленного. Кто в праздности живет, тот непрестанно грешит. Тихон Задонский. Ленивая и праздная жизнь то же, что праздная и невозделанная нива, на которой не растет ничего, кроме трав негодных. Филарет. Как незасеянная и ненасаженная земля производит траву, сорную и негодную, так и душа, неупражняемая в добрых делах, а по природе своей непрестанно стремящаяся к деятельности, по необходимости предается злым делам. Златоуст. Сердце человеческое не может быть правдным. Душа наша не может быть без дел. Если не занять ум святыми мыслями, он занимается мыслями пустыми или вредными. Если не занято сердце ощущениями чистыми, небесными, она дышит чувствованиями нечистыми, мутными, плотскими. Если не стремится воля к небу, к выполнению святой воли Божией, она идет путем греха, к аду. Силы и способности человеческие весьма подобны мельничным жерновам, между коями, если не бывает пшеницы, то они и стирают сами себя в прах. Есть насекомые, которые охотно держатся в грязи. Такова душа праздная. Воображение наполнено нечистыми картинами, от которых воспламеняются грязные страсти. Перы, гуляния, забавы, дела гнусны. Вот что на уме ее, Филарет, архиепископ Черниговский. Один святой муж сказал, размышляя о добром, чтобы не мыслить о злом, потому что дух не может быть в бездействии. Посвятим же наш ум размышлению о слове Божьем, сердечной молитве и благим преднамерениям. От суетных мыслей происходят суетные дела, а от добрых помыслов произрастают плоды добрые. Вставая поутру, говори самому себе, тело работает, чтобы тебе прокормиться, душа отрезвись, чтобы тебе наследовать царствие. Не бывай никогда совсем в праздность. Или читай, или пиши, или молись, или размышляй. У кого дело на руках, у того половина горя на душе. Как приятно и скоро проходят дни, когда знаешь, что время, данное тебе Богом, употребляется не на суетные пустые занятия роскоши, но на труд полезный, предписываемый Богом и добродетелью. Как отрадно бывает тогда, когда видишь дело свое оконченным. Как сладок тогда самый покой. Праздность, праздность тоже измирительна, сколь отдых приятен. Только на дереве труда растут цветы наслаждения. Берегись низких побуждений, которые одни делают истинно низким труд. Телорец. Довольство своим состоянием при нищете и низком звании. Не презирай нищеты, когда встречаешь ее у других. Не страшись ее, если она тебя посетит, посетить хочет. Не стыдись ее, если она уже поселилась с тобою. Не бедным быть худо, но хуо недовольным быть своей бедностью и жаловаться на нее, как на своего врага. Худо завидовать богатым и желать себе богатства. Не превращайся чужим добром, ибо и свое скоро оставишь в Битии Ростовске. Не обращайся, видя богатства, пышности и великолепия у других, ибо при смерти никто ничего не возьмет с тобою. Где теперь пыши из богатства и славы Соломоновых? Когда видишь богатство или славу, или мирские владычества, размысли о том, что в них есть тленного, и избежишь приманки. Нил Синайский. Не завидуй богатому, не скорби, что нет у тебя богатства, потому что оно нисколько не есть признак истинного счастья и довольства. «И через золото рекой слезы горькие текут», — сказал один поэт. «Не одни богатые веселятся, и бедные не лишены своих удовольствий, и они веселятся, и кажутся чаще и полнее, нежели богачи. Ему богат оскорбить, другой беден, а весел. Мало нужны до того, пью ли я из золотой чаши или из горсти», — выразился один мудрец. «Хижина, в которой живут радость и веселье, лучшие великолепных чертогов, которых плачут и унывают. Земное счастье состоит не в обилии земных благ, а в довольстве и спокойствии духа, большей части недоступным людям, наделенным избытком земных благ. Итак, иметь богатство нисколько не значит быть спокойным и довольным, и не желать ничего более. Ты скорбишь, — говорит святой Златоуст, — в виде богатого, а он гораздо больше тебя скорбит в виде того, кто богатее его. У тебя нет того, что ближний твой имеет, зато у него нет того, что у тебя есть. Имеющий большее часто не имеет того, что ты имеешь, хотя бы это было меньшее. По судьбам промыслителя, бедность представляет удобство для лучшей жизни, каких не имеет богатства. Если люди не умеют пользоваться бедностью, виноваты люди, а не бедность. Бедному незнакомы многие радости шумного света, но к чему жалеть о них, когда они так пусты? И, о, если бы были они только пусты! Если бедность лишает многих земных выгод, зато она ведет по пути свободному от многих опасностей. Бедность при благочестии служит вернейшим средством к ограждению смирения. Григорий Богослов Счастлива бедность! Она незнакома с гибельными порохами и преступными страстями, которые так часто терзают душу роскошного богача. И благополучие может быть опаснее бедствия, и бедствия спасительнее благополучия. Не завидуй же благополучию и не унывай в бедствии. Бедность лучше богатства неправильно приобретенного. Лучше в нищете жить, нежели в богатстве неправедном. Лучше малое с правду, нежели многое без правды. Лучше потерять, нежели сделать постыдное приобретение. Лучше просить, нежели похищать. Лучше печаль того, кто неправедно терпит, нежели радость того, кто неправедно наслаждается. Отложив скорбь о том, чего у нас нет, научимся воздавать благодарность за то, что есть, святой Василий Великий. Птица и тогда поет славу сотворившего ее, когда у нее нет ни гнезда, ни приготовленной пищи. Иные без несчастья считают себя несчастными. Как черви заводятся в плодах менее твердых, так скорби зарождаются в людях более изнеженного нрава, святой Василий Великий. Богатый внутренне не чувствует наружной болезни. Много ли нужно для жизни? Ах! Святые Божьи довольствовались очень немногим. То малое, что дано нам, составляет роскошь, изобилие излишнее в сравнении с тем, чем жили святые. Устыдимся же преступного неразумия своего. Есть тысячи и тысячи людей, которые имеют меньше тебя и однако довольны жребием своим. И счастливее тысячи других, имеющих больше тебя. Не тот богат, кто имеет много, но тот, кто и немногим бывает доволен. Не в том состоит богатство, чтобы иметь богатство, но в том, чтобы не заботиться о снискании его. Святой Златоуст. Не тот убог, кто не имеет ничего, но кто много желает. Равно и богат не тот, кто много имеет, но кто ничего не требует. Он же. Жить, довольствуясь малым, значит быть истинно богатым. Человек с неограниченным желанием беден среди богатства, а умеренный богат от малого. Не будем желать лишнего, будем довольны малым, и мы всегда будем богаты. Святой Златоуст. Чем менее мы желаем, тем больше мы владеем. Кто поправ страсть к богатству, тот всех богатее. Златоуст. Не богатство иметь, но не иметь нужды в богатстве. Вот самое великое богатство. Святой Исидор Пилосиот. Довольное сердце и доброе слово сделают человека во всяком состоянии счастливым. Не волен Христов тот, кто жалуется на жребий свой. Грешно называть себя бесталантным, потому что всякому человеку Бог дает талант. Столько сил и средств, сколько вмещает его природа, и сколько нужно для достижения последней цели. Когда Бог дает не столько, сколько бы ты хотел, или других предпочитает тебе, не огорчайся этим. Но признавая себя недостойным и самым малейшего дара, будь доволен тем, что имеешь. Благословляй домовостроительство Господа, ибо оно всегда свято и праведно, хотя бы ты и не понимал того. Больше их благ достойным тот, кто не считает себя достойным и тех, какие имеют. Кто называет себя бесталантным, тот или не сознает даров Божьих, или жаждет большего и излишнего, или по своему нерадению потерял и то, что и получил от Бога. Если нам менее прежнего доверяют и поручают, исполним то, что еще лежит на нас. И верностью Аома, может быть, возвратим доверие, которого нельзя исторгнуть, или от проведения Божьего призовем себе лучшее устроение судьбы нашей. Не почитай маловажным и того, чтобы Аома в малом быть верным. Верностью в малом приобретается доверенность во многом. Ты улыбаешься, смотря на то, как дитя хочет казаться великаном. Осмотрись, не более ли смешон ты, когда недоволен своим состоянием. Не одинаковое разнояние даров не препятствует никому достигать одинаковой степени блаженства. Ты не имеешь мудрости, но можешь иметь кротость, которая так же дорога в царстве духовном, как и мудрость. И в малом верность великим призовется в радость Господина Своего. Господь некогда потребует от нас отчета, не в великих делах, а только в верности в малом. Лучше быть совершенным в менее совершенном, нежели несовершенным в наиболее совершенном. Не многосложностью попыще измеряются заслуги наши пред Богом, но мера и любви и преданности к Нему, с какой каждый из нас будет проходить служение свое, велико ли оно, или мало по понятиям мира. Не великие дела угодны Богу, а великая любовь, с какой они делаются. Нет ничего великого, когда любят мало, и нет ничего малого, когда любят много. Святой Василий Великий От верности в малом зависит успех в великом. Хочешь ли быть великим, начиная с самого малого, говорит блаженный Августин. Кто сокрушается о том, что не может сделать многого, тот не делает и малого. Кто ленив в чем-либо малом, до него касающимся, о том не верь, что отличится он в великом. Святой Исаак Филин. Нет ни одного состояния между людьми, которого бы не можно было бесконечно прославить или тем, что мы делаем, или тем, что переносим. Низкая служба никогда не унизит высокого человека. Не низко быть выше должности, низко по своим действиям быть ниже ее. Как разнообразие тварей составляет красоту в мире вещественном, так разнообразие талантов и состояний в обществе человеческом составляет красоту мира нравственного. Пусть каждый выполняет свое назначение, тогда и каждый будет иметь значение высокое для себя и других, и в целом превосходный порядок. И великие без малых, равно как и малые без великих, не могут существовать. Все равны во Христе, тот не больше всего, и сей не больше того. Господа и рабы, одного имеет Господа на небесах. 18. Скорби. Путешествие израильтян по пустыне Аравийской есть подобие нашей земной жизни. Прежде нежели достигнем мы небесного Ханаана, нам нужно выдержать много бед и скорбей. Как живущему на земле невозможно избегнуть этого воздуха, так человеку, живущему в этом мире, невозможно не быть искушенным скорбями и болезнями. Эфрем Сирин. 18. Как невозможно человеку не испытать смерти, так и прожить без скорбей. 19. Если есть, говорят, страна, именно Крит, где не знают вредных зверей, есть другая страна, в которой не видать холодных снегов, но нет междусмертными человека, который бы мог похвалиться, что он совершил путь жизни, не испытавший тяжких бедствий. 20. Святой Григорий Богослов. 20. Как в море, за волной идет волна, за бурей-бурей ветер, так и в жизни. 21. Беда за бедою, огорчение за огорчением, испытание за испытанием. Дмитрий Ростовский. 22. Хотя многие, по нашему мнению, в благополучии живут, однако ж нет такого благополучия, которое бы не было растворено горести неблагополучия. 22. В великолепных палатах плачут так, как и в хижине, а часто через золото текут слезы. 23. Иногда люди самые счастливые для постороннего наблюдателя на самом деле, и люди самые несчастные. 24. Самая благополучная жизнь земная исполнена непредвиденных огорчений, 25. Неудовлетворенных желаний, нелегких, нередко даже изнурительных трудов. 25. Для чего это допущено промыслом, как не для того, чтобы человек, не хотевший сохранить блаженство, в котором он познал свою жизнь, 26. Горьким опытом избел от всего лишился, и путем послушания и добродетельной жизни тем усерднее востекал к Отечеству Небесному. 26. В видимом горе всегда скрывается невидимое благо. 27. Скорби — наша школа, где мы учимся, златоуст. 28. Скорби — это удочка, которой спаситель нас ловит для Царства Небесного. 29. Это его невод, которым он влечет нас на небо. 30. Это узы, которыми он привязывает нас к себе из любви к нам. 31. Скорби и бедствия, коим мы подвергаемся в жизни, — суть самая и действительное врачество против душевных наших болезней. 31. Они пробуждают в нас усыпленную страстями и беззакониями совесть нашу, заставляют нас входить в самих себя, познавать свое греховное состояние и заботиться о своем исправлении. 32. Невольно отторгают сердце наше от земли и от земного и обращают к Богу, которого мы скоро и вовсе забываем, находясь в довольстве и счастье. 33. Как счастье возносит, так беда смиряет, и в познание себя приводит человека, — Тихон Задонский. 34. Ничто столько не располагает души к любомудрую, как скорбь, — Златоуст. 35. Во время булы люди скрываются в безопасное жилище свое. 36. Так в один искушении несчастья люди углубляются в себя самих и видят себя лицом к лицу. 37. Как молот разбивает камень, как скорби, так сокрушают грубость, бесчувствие, гордость и бесстрашие сердца. 38. Скорби могут обратить от сатаны к Богу, — Деяние 26.18, — самого упорного грешника, если он не совсем подавил себе чувство нравственности. 39. Бог является иногда принужденным отнять у человека здоровье, стяжание и прочее благо, 39. Когда человек, пользующийся ими, не слушая ни упрека совести, ни увещания закона, обращает их во вред себе. 40. Не страшит тебя ни отец, ни учитель, ни начальник, ни законодатель, ни судья, не пристыжает тебя друг, не исправляет тебя и совесть. 41. Так приходит телесная болезнь и нередко исправляет все Златоуст. 41. Смиряйся в счастье, доколе тяжкая рука Божия не смирила тебя через бедствие. 42. Сам себя смиряй, и тогда не будет нужно, чтобы какое-либо особое бедствие смирило тебя. 43. Кто не хочет нести добровольных скорбей и покаяния, того промысл Божий подвергает невольным скорбям. 43. Тихо обделывается мягкая глина, но нужно острый резец и тяжелый молот для обтесания камня. 44. Горость и та же необходимая и благотворна для души, как буря и гром для видимой природы. 45. Страшные грозы, но что осталось бы с атмосферой без них? 46. Горький скорби, но как низко упала бы природа человека без этой очистительной силы? 47. Не будь искушений, и никто бы не спасся. 48. Страшно долго оставаться без скорбей. 49. Столачья вода обращается в болото, а буря и ветра освежает ее и возбуждает ее производительность. 50. Золото и серебро без огня не очищаются, равно и душа, не будучи вверженным горнило скорбей и страданий, не может очиститься от скверн греховных. 51. Благополучие без примеси горя опасно. Тут-то истережет человека бедствие. 52. Счастье человеческое часто бывает знаком вечного осуждения. 53. Худой признак для больного, когда врач уже позволяет ему есть и пить все. 54. Видно, врач уже отчаялся в его выздоровлении и считает его неизбежной добычей смерти. 54. Так же точно поступает и Бог с грешником, который не умел пользоваться дарами его благости. 55. Он попускает тогда нам делать все, что нравится нашей чувственности. 55. Псалом 80. 12. Римлянам 1. 21. 56. Когда отец оставляет сына без наказания и попускает ему по своей воле жить, то видно, что он отринул его от себя. 56. Так, когда и Бог оставляет человека без наказания, то это и есть знак отвержения его от Божьей милости. 57. И не иное, что такому последует, как терпеть на себе вечный гнев Божий. 57. Кто согрешая не наказывается здесь, тот самый несчастный человек, святой Златоуст. 58. Правда Божия требует, чтобы грешник был наказан за грехи свои. 58. Если же нужно грешнику непременно быть наказанным, то лучше ему быть наказанным здесь и терпеть с благодарением временное наказание, нежели в будущем веке бесконечное мучиться. 59. Желающий отклонить от себя будущее бедствие должен с радостью переносить и настоящее. 60. Чтобы не страдать вечно, надо натерпеть временное страдание. 61. Весьма жалок тот, кто, много согрешая, не терпит здесь с благодарностью скорбей, посылаемых ему за грехи, но всегда хочет, чтобы все делалось по желанию сердца его. 61. Знай, что такой, хотя и не хочет, должен быть скорбеть в будущей жизни. 62. Если рассудишь лучше, что есть вечность, и вообразишь в уме, как тяжко лишиться славы вечной и попасть в огонь гиенский, 62. Которого и демоны трепещут, изберешь всякое страдание и бедствие терпеть, и будешь благодарить Бога за милостивое его отеческое наказание. 63. Попасть в ад – вот это из бед беда. 64. Лучше всякое наказание здесь терпеть от руки Господней, и во веки в будущей жизни утешаться, нежели здесь без наказания быть и по смерти вечной Божий гнев терпеть, 65. Которого никак не избегнут ненаказанные и неисправные грешники. 65. Лучше всю жизнь проплакать с отрадной надеждой небесных утех, нежели провести его в беспрерывных удовольствиях, чтобы после плакать с вечным отчаянием. 66. Никогда не бойся наказания, но бойся греха, порождающего наказание. 67. Златоуст, какая бы ни постигла тебя скорбь, не обвиняй в ней никого, кроме себя, и говори, это случилось со мной за грехи мои. 68. Хотя бы ты видел даже только человеческие руки, человеческие действия в своем горе, однако жду мы непременно. 69. Так не случилось бы со мной, если бы это не было допущено Богом. 70. Если служитель подает вам лекарство, которое прописал искусственный врач для восстановления вашего здоровья, то, принимая его, думаете вы не о руке, подносящей целебный состав, но о том, кто почел за нужное пользовать им вас. 71. Поступайте таким же образом и во время душевных страданий. 71. Устремляйте мысли свои к единому Богу, который, по неисповедимой своей премудрости, насылает на вас скорби для восстановления душевного здравия. 72. Не говори, ах, как я несчастлив, но говори, еще мало мне этого за грехи мои. 72. Грехи наши, которыми мы оскорбляем благость Божию, гораздо большие, нежели Божье наказание, какое бы оно ни было. 73. Всегда Бог по великой своей милости менее наказывает, нежели мы заслужили. 74. Одного более всего бойся и убегай греха, а скорби, а печали – это врачество душевное. 75. Несчастье есть целительное, хотя и горькое лекарство для нашего душевного здравия, Марк Аврелий. 76. Скорбь или страдание есть болезненная, но спасительная операция, которую врач души снимает с ее грубые наросты. 76. И в этом смысле наказание человека, отнятие у него благ, посещение его скорбями, лишениями, болезнями, есть выражение божественной любви к страждущему, подобно тому, как любовь родительская заставляет отца или мать отнимать у дитяти опасные игрушки и вредные лакомства, несмотря на его вопли и слезы. 77. Как иногда телесный врач, внедрившийся в тело и заражающий его язву, болезненно выжигает или отдельно железом отделяет и причиняет искусственную боль, чтобы излечить болезнь, подобно всему врач душ и телес употребляет оружие скорбей, чтобы исторнуть корни и загладить следы греха, и огнем страдания выжигает заразу наклонности к греховным услаждениям. 78. Встречай бедствие не как врага и мучителя, но как справедливого наказателя грехов, как врача душевных болезней, как посланника Божия, как вестника благодати, ибо кого Бог любит, того и наказывает. 79. Когда терпишь наказание от Бога, не рапси, потому что Он, хотя и наказывает, но как Отец и достоин благодарения, как благодетель. 79. Бог нас по любви, а не по гневу наказывает. 80. Потому и нам должно терпеть Его отеческое наказание не с гневом и раптанием, но с любовью и благодарностью. 80. Овцы имеют ли право жаловаться, когда пастух гоняет их с места на место, даже наказывают, желая отдалить от пропасти, в которую они легко упасть могут? 81. Имеем ли право и мы раптать на Отца Небесного, если Он для удаления нас от грехов посещает нас скорбями и напастями? 81. Гневаемся ли мы и ропщем ли на врача, что Он дает нам во время нашей болезни горькое лекарство? 81. Никак. Например, напротив, благодарим Его, так не должно роптать нам и на святой промысел, что Он посылает нам в жизни наши скотные обстоятельства. 81. Пластырь, прикладываемый краном, тогда оказывает свое действие, когда больной терпеливо носит его на язвах. 81. В противном случае самый лучший пластырь, безвременно сброшенный с язвы, не сделает больному пользы. 81. Тоже можно сказать и о скорбях. 82. Нетерпеливое перенесение скорбей может сделать их недействительными, бессильными, достиглой благотворной цели, для которой они премудрым промыслом нам посылаются. 82. Мы утешаемся и радуемся, когда лекарь исцеляет наше немощное тело хотя бы горьким и жестоким врачеством. 83. Мы благодарим Его и возмездие даем Ему. 84. Тем более радоваться и от сердца благодарить Бога нам должно, когда Он наши душевные немощи исцеляет скорбями и напастями. 85. Перенеси благодушно твою скорбь, тогда сам увидишь, для чего она была послана тебе. 85. Больной, принимая лекарства, ощущает его горький неприятный вкус, не ощущая его целебных свойств, или во время врачебного прижигания и рассечения чувствует только боль и телесное страдание. 86. И уже после, при выздоровлении, почувствует силу принятого неприятного рекарства, спасительность и необходимость перенесенного мучительного прижигания и рассечения, то же самое должно сказать и о больном духовном. 87. Скажи, хотя после бедствия, что не умел сказать во время бедствия, да будет имя Господне благословенно, будь и слава Господне вовеки. 87. Беда прошла, но памятово о ней не должно проходить. 88. Воспоминание о прошедших несчастьях всегда дает вернее видеть настоящее благополучие, зная, что не всегда за грехи попускается несчастье, скорби и огорчения. 88. Иногда человеколюбивый Бог, любя раба своего, нарочно погружает его в страдания, как золотую руду в огонь, чтобы испытать его, как золото в горниле. 89. Искушает Господь вас, говорил Моисею Израилю, чтобы увидеть, любите вы Господа Бога вашего, всем сердцем вашим и всей душою вашою. 89. Второзаконие 13.3. Нередко и праведники предаются в руки нечестивых, не к славе нечестивых, но для испытания праведных. 90. Григорий Богослов. 90. Израильтяне, которых приказал Бог Гедеону вывезти на побеждение мадянитян, прежде искушения были у воды. 91. Судей 7.4. Так на водах мучений и искушений прежде изведываются те, которые должны идти в Царство Небесное. 91. Золото испытывается огнем, а вера — искушением. 92. Храбрость воина познается на сражении, а твердость веры нашей — в искушении. 93. Огнем испытывается железо, несчастьем мужества. 94. Золото испытывается в горниле, а добродетели — в скорбях. 95. Вещь, кажущаяся золотою, может быть или из чистого золота, или из нечистого, или вовсе не из золота во внутренности. 95. В огне золота становится чище, примесь отделяется, поддельное вещество обличается. 95. Так добродетель человека может быть чистая и твердая, а боги, соделанные в силе Божией, неизменные или нечистые, 96. По причине принешения помыслов тщеславия, своей корысти и самоуводия, или, наконец, вовсе лицемерные. 96. В огне искушения чистота ее возвышается, нечистота отделяется, лицемерие обличается. 96. Добродетель, неиспытанный в скорбях, не есть совершенный добродетель, и ее даже добродетелю пока еще нельзя назвать. 96. Как за друга нельзя поручиться, если верность его к нам еще не испытана в несчастье? 97. Точно так же нельзя поручиться из-за твердость, постоянства, искренности добродетели, пока она еще не испытана пробным камнем скорбей. 97. Не тогда познается искусство корабельщика, когда тиха погода, но когда бывают бури и волнения на море. 97. Христианин, неискушенный бедствиями, подобен воину еще не бывшему на сражении. 97. Взгляд, обращение, приемы, речь, все показывает в нем мужество. 97. Но он нигде еще не сходился с неприятелем, даже не видел врага. Можно наручаться за его храбрость и неустрашимость? 97. Благочестие без креста больше счастья есть только воображаемое благочестие. 97. Какая в том добродетель, чтобы охотно принимать приятное? 97. Но скорбное принять благодушно, по благоговению, к воле Божией. 98. Вот подвиг, вот добродетель, вот залог награды. 98. Если бы мне позволено было искать назидательных уроков в мирской школе забавы, то я спросил бы, что возбуждает живое участие, что трогает и поражает зрителей на сцене драматической. 99. Я уверен, что изумляет их несчастье, ничем не возмущаемое, нелегкая победа над страстью, но мужеством, препобеждающее все препятствия и опасности, величайшее благодушие при всех оскорблениях, непоколевимая твердость духа, торжествующая над всяким обстоятельным обольстительными искушениями. 99. Подлинно. Всякая добродетель становится для нас прекрасною и высокою, единственно по тем усилиям и пожертвованиям, которых она требует. 99. Без борьбы со врагом вянет добродетель. Тогда только она видна, когда силу ее показывает терпение. 99. Бед все и есть случай к явлению добродетеля. Он же. 99. Беда являет великих и святых, подобно тому, как война рождает героев. 99. Как при рожении железа к твердому камню высекает искры, которых до того не было признака, так при ударах скорбей блистают из твердой души искры добродетели, которые без того не возбудились бы. 99. Пчела не составляет меда, пока еще покоится на цветах, и человек, пока находится в состоянии спокойствия, довольства и счастья, не выказывает в себе плодов веры, любви, молитвы, не выделывает вино или воск иначе, как через давление. 99. Так точно и добрые дела нельзя совершать иначе, как усиленными трудами и подвигами. 99. Все праведные в великой скорби и страдания вымыли ризы свои. 99. Апокалипсис 7.14. Так говорит тайновидец. 100. Если вы увидите человека доброго, то верьте, что он был несчастлив. 100. Золото жгут, дабы оно сделалось чище, а праведников Бог поражает скорбями для того, чтобы возвысить, улучшить их святость. 100. Золото ощущается огнем, а душа искушениями и скорбями. 100. Искушение не есть зло, но добро. 100. Оно хороших делает еще лучшими. 100. Это гармина для очищения золота. 100. Это мельница для сотворения, сотрения жестких зерен пшеницы. 100. Это огонь, истребляющий волчцы и терния, чтобы сделать землю способной к принятию добрых семян. 100. В природе все нечистое, совершенное из первоначального. 100. Необработанного состояния в более совершенное, переходит не иначе, как через страдания. 100. Драгоценные камни полируются, краски растираются и очищаются. 100. Хрусталь и фарфор проходят через огонь. 100. Камни подвергаются грани. 100. Во всем и везде ничто не может быть облагорожено без некоторого ущерба. 100. Без искуса не может быть искусен человек. 100. Как пенька не бывает годной для пряжи из нее самых тонких ниток, если не трепет ее много раз. 100. И чем больше колотит ее, тем делается она чище и способнее к пряже. 100. Так и боголюбивая душа, подвергаясь многим испытаниям и искушениям, и мужественно претерпевая скорби, 100. Делается чище и пригоднее к духовному деланию истончания. 100. И, наконец, удостаивается наследовать небесную область царствия и фемсирин. 100. Как искусный садовник срезывает с дерева бесплодные отрасли, чтобы сок его обращался и сосредотачивался в плодоносные. 100. Так и премудрый вертоградар небесный, обоюдоострым ножом искушения, очищает душу добродетельного, чтобы она более приносила плод. 100. Любомудрее делается от страданий мужественнее и твердеет в бедствиях, как раскаленное железо в холодной воде. 100. Григорий Богослов. 100. Возделанное железными орудиями и удобренное согнившими веществами, земля особенно способна к плодородию. 100. Так и сердце, возделанное скорбями, напоенное уничижением, особенно способно к возвышеннейшей добродетели. 100. Если вещь слабейшая, сталкиваясь с твердой, иногда сокрушается, то также в природе видим много явлений, когда сила от препятствий возрастает в своей крепости и стремительности. 100. Река тихо качит свои воды, когда ложа ее широко. 100. Быстро и сильно стремится она, когда стесняет ее узкие скалистые берега. 100. Тлится и совсем угасает искра, когда нет движения воздуха. 100. Она возрастает в высокий пламень, когда ветер раздувает огонь. 100. Христианин, чанем неленивым и духом горящий, всегда работает Господу. 100. Римлянам 12.11. Из любви к нему. 100. Но он больше ощущает ревность, как скоро на поприще Бога угождения встречает искушение и препятствие. 100. Как крепких деревьев не вырывает с корнем порывы ветра, сколько бы ни устремлялись на них, не нападали со всех сторон, 100. Напротив, делает их через эти напоры еще более твердыми и крепкими. 100. Так и душу, святую и живущую благочестиво, напоры искушений и скорби не низвергают, но возбуждают еще к большему терпению, как и блаженного Иова, сделали они более славным и достаточным. 100. Святой Златоуст. 100. Терпи скорби, потому что в них, как розы в тернах, растут и воспитываются добродетели. 100. Известно, что пчелы во время ношения меда 100. Живут и питаются горькой пищей. 100. И мы тогда только можем творить дела, угодные Богу, или составлять мед добродетелей, когда будем вкушать хлеб горости и жить терпением сердечным. 100. Если ты правден и подвергаешься болезням, то через сиять великого ты переходишь к большему. 100. Ты золото, и через огонь делаешься чище. 100. Если у тебя есть грехи, они легко попаляться и истребятся скорбью. 100. Если же есть у тебя добродетель, от скорби она сделается светлее и блистательнее. 100. Мед, извлекаемый из цмина, мелкого и горького растения, посчитается лучшим. 100. И добро, творимое среди превратности и страданий жизни, будет добром превосходнейшим. 100. Один праведный пустыножитель, заметив, что больной ученик его частыми вздохами изъявлял нетерпение, сказал ему, «Не малодушистуй, сын мой. Тело твое измеренное недугом может быть спасительным врачистом для души твоей. Если ты подобен железу по делам твоим, то огонь страдания очистит тебя от ржавчины. Если же ты золото, то сей огонь придаст боли и блеска твоей добродетели». «Похвально мужество добродетелей во время мира, но еще похвальнее доблесть ее при наставшей брани». Мил Синарьский. Стерна окружающая роза не отнимает у нее ни румянца, ни благовония. Искушения и страдания придают блеск доблестям истинного христианина. Как народ израильский не мог получить обетованной земли хрананской прежде, нежели победил разных неприятелей, так и верующая душа не должна обещать себе небесного царствия прежде, нежели соделается победительницей различных искушений и скорбей. «Без искушения нет борьбы, без борьбы нет победы, без победы нет воздаяния». Второй Тимофеев 2.5. Блаженный Феофилакт. «Тот не заслужил сладкого, кто не вкушал и не испытал горького. Терпи мужественно в этой временной жизни всякие посылаемые от Бога скорби, чтобы вечно радоваться в будущем веке. Ибо кто не терпит здесь скорбного, тот не получит там радостного. Кто здесь не бывает страдальцем, тот там может услышать синие слова «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей». «Возведи умные очи в небесное селение и осмотри там всех жителей. Ни одного не найдешь, кто бы ни пришел туда путем терпения. Если желаешь войти в небесное царствие, то желай себе скорбей. Ибо кто не имел скорбей, тот никак не взойдет в него, потому что врата узкие». Матфея 7.14. Мил Синайский. «Нет ни такового, кто бы и здесь, в мире всем, и там, в будущей жизни, в радости пребывал», — Святой Златоуст. «Если не терпишь скорбей, то и не ожидай будущих венцов, как не выходившие здесь на подвиги и труды, какие назначены для получения венцов», — Святой Василий Великий. «Удаляйся скорбей, значит, удаляйся царствие небесного. Не хочешь терпения, не хочешь и венца. Велико горе, и я в этом согласен. Но велики и награды, какие Господь уготовил терпеливым», — Василий Великий. «Пусть наши скорби велики, но награды, какие нам за них обещаны, несравненно больше. Уже ли мы откажемся потерпеть малое, чтобы не получить большего? Лучше приготовить себе вечное веселье временным сетованием, нежели убегая здесь легкой скорби, лишиться радости неприходящей. Скорбен путь жизни, но временен, а воздаяние вечное. Мы недолго будем терпеть, ибо настоящая жизнь очень недолго. Наша жизнь — одна минута в сравнении с вечностью, а потому нынешние временные страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая откроется в нас, Римлянам 8.18, в будущем веке. Все скорби земные против наслаждения будущей жизни — суть не что иное, как мгновенная боль от укушения насекомого. Не унывать и роптать в скорбях должны мы, а, напротив, радоваться и благодарить Бога по безмерному своему милосердию, определившего нам за великий грех малое наказание и за малую скорбь вечное веселье. Будем терпеть настоящее, мужественнее, веселясь об будущем. Упование на будущее облегчает для себя настоящее. Как больные глаза, отвращая взоры от предметов слишком блестящих, успокаивает их, останавливая на цветках и в зелени, так и душе надобно не смотреть непрерывно на скорбное и не заниматься настоящими горестями, но возводить взор свой к созертанию будущих благ. Так, Василий Великий. А от него ты твое имение, а ты смотри на небесное богатство и сокровище несравненное. И не знал ли ты из Отечества? У тебя есть небесный Иерусалим. Сына ли утратил? У тебя ангелы-друзья, с которыми, окружая престол Божий, ты будешь радоваться вовеки. Он же. Странник в пути безропотно переносит все бури и непогоды, все нужные лишения, в надежде, что по окончанию странствования найдет тебе совершенное успокоение под кровом дома своего. Воин на сражении мужественно идет против врагов смерти, в чаянии, что в конце сражения подвиги его достойно увенчаются. И мы, странники земные, воины Христовы, не должны ли мы все здесь терпеть, все скорби переносить благодушно и мужественно стоять против всех превратностей жизни, в полной и живой уверенности, что кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. 2 Коринфянам 4.17 Если вы охотно идете и негладким путем, помышляя, что он ведет в отеческий дом, то проходите охотно поприще скорбей, ведущих в царствие Божие. Один благочестивый старец перед своей кончиной сказал, о, как легкие кажутся мне теперь те кресты, кои промыслом на меня возложены были. Они указуют мне путь царства блаженства и славы. Благотворные и спасительные для нас скорби, наказывая нас по праведному действию суда Божия за наши грехи, а не вместе с тем по безмерному действию милосердия Божия, служат врачевством для наших душевных немощей и язу. Подобно горнилу очищает и усовершает наши добрые свойства и деяния, соделывая нас достойными наследниками вечных грядущих благ. Но при всем и с нашей стороны требуется благодушное, терпеливое перенесение случающихся с нами скорбей, всецелую преданностью себя водительству Божию на пути нашего спасения. Скорби Скорбить позволительно мужу, а чрезмерно сокрушаться непозволительно даже женщине. Кто бегает от терпения, тот бегает от спасения. Бог не увеселяется никакой добродетели столько, как когда кто спадет в какую-либо скорбь и терпеливо переносит ее до конца с благодарением. В Писании не сказано о нищем Лазаре, чтобы он имел какой-либо добродетель. Видно только то, что он никогда не роптал на богача, но с благодарением носил бремя нищеты своей. За это Лазарь принят на лоно Авраама. Если поколебится терпение, не устоит и другая добродетель. Минута нетерпения может расстроить годы и веки. Как терпеливое благодушное перенесение скорби облегчает ее, так, напротив, нетерпеливость, уныние, чрезмерная печаль только еще более вредят ей, усиливают ее. Как терпением облегчается, так нетерпением умножается страдание. Тихон Задонский Уныние и тело сушит, и душу крушит. Нетерпеливый человек во всяком случае увеличивает свое горе и бывает близок к отчаянию. Но тот, кто в скорби вооружается терпением, бывает к счастливой перемене гораздо ближе нетерпеливого, и самое настоящее зло не так сильно чувствует от того, что не ропшит и не жалуется. В природе все требует своего развития, процесса, страдания. Посему и человек, чем в большей тишине и терпении сносит свои скорби, тем больше созревает и совершенствуется. И, следовательно, тем ближе к минуте своего избавления и спасения. Матфея 24.13 В терпении упражняйся и прежде нужды, чтобы в нужде все оружие его найти готовым. Святой Нил Синайский Нам должно приготовляться к перенесению напасти, прежде пришествия напасти, чтобы оказаться искусными в то время, когда оно придет. Авва и Перехий Предвидеть бедствие и заранее к ним готовиться, значит, настоящую, почти добровольную мукою уменьшать муки будущего. Это почти то же, что уплачивать тягостный долг по частям в разные сроки. В печали не теряй надежды на благоденствие и при успешном течении дел жди печали. Святой Григорий Богослов Если случится у нас радость, будем предполагать, что недалеко от нас печаль. А если пришла к нам скорбь, будем ожидать к себе приближения радости. Возьмем в пример плывущих по морю. Когда поднимается на них сильный ветер и буря, они не теряют надежды на свое спасение, но противятся волнам, ожидая тихой погоды. А когда настанет тишина, ждут бури. И потому всегда бдительны, чтобы восставший внезапно ветер не застал их неготовыми и не поверг в море. Святой Ефрем Сирин Всякая горесть язвительнее, когда она неожиданна. Чаял беды, и то нелегко, когда беда приходит. А если беда нечаянная, как не быть ей тяжкою? Фома Кимпийски Во время тишины ожидай бури, во время здравия болезни, во время богатства бедности, во время довольства глада. И не пойдешь под тяжестью находящих бедствий. Духовный Маргарит Прежде пришествия беды, жди себе беду, готовься к ней. А когда пришла беда, не унывай, терпи беду и спасешься со всеми терпевшими. Никто не должен ослабевать духом среди постигающих его скорбей. В мире было и будет много несравненно тягчайших напастей, равных которых мы, без сомнения, еще не испытывали. Если ты несчастлив, то посмотри, есть несчастнее тебя. Ты говоришь о своих несчастьях. Если бы подумал ты, сколько терпят другие, ты жаловался бы потише. Измеряй горе свое не в отдельности взятое, чтобы оно не оказалось тебе несносным, но сравни его со всем человеческим, и в этом найдешь для себя утешение в горести, святой Василий Великий. Все святые жизнь свою проводили в скорбях и печалях, страдании, терпении и гонении. Ты или один хочешь остаться без всякого страдания и печали, или ты один только хочешь быть из числа избранных Божиих, не желая ничего потерпеть. Да не будет этого. Если опасность, бедствие, скорбь колеблют твое мужество и истощает твое терпение, помяни Матерь Господа, стоявшую при кресте его, Филарет. Если Христос, не сотворивший греха, пострадал, можно ли нам, грешным, роптать на страданиях? Правда, нельзя не чувствовать скорби при страданиях, и святые, отдавая общий долг природе, иногда омочали слезами свое ложе. Но в них слезах просеивало безропотное спокойствие духа, подобно как иногда в тихую погоду, без грома, красное солнце отражается в дождевых каплях. Святые отцы даже советуют проливать слезы в скорбях, не те слезы вопли и отчаяния, которые только раздирает грудь и скорбь делает безотрадную, но слезы, растворенные молитвенным возношением к Богу. Такие слезы действительно можно или лучше должно посоветовать скорбящему. Они весьма облегчают скорбь. Подобным благотворному дождю они проливают с неба на иссохшие от тоски и печали сердце отрадную надежду и утешение. Можно видеть на пламени, что он задушается собственным своим дымом, если дым не выходит, но стелится около пламени. То же бывает и с жизненной силою. Она истаривает от огорчений, когда нет им выхода наружу через слезы. Василий Великий Как скопление облаков помрачает воздух, а когда выпадает из них дождь, везде становится тихо и светло, так и печаль. Пока находится внутри нас, помрачает наш помысл. А когда обнаружатся молитвенными глаголами и слезами, вселяет в душу великую светлость. Божественная помощь, как некий светоч, посылается тогда в душу. Есть несчастные, которые, нашедшие скорбь, думают утолить пагубную страстью винопитием. Ужасная слабость, ужасное заблуждение. Такие они скорбь утоляют, но из одного зла, если только можно назвать скорбь злом, делают два. Скорбь не вытекает вместе с вином, а между тем в душе является новое зло, пьянство. Василий Великий Утешение в скорбях должно искать в Иисусе Христе, иначе напрасно будем искать утешение. Если грустно тебе, поплачь перед распятым искупителем. Как после тучи и туманов бывают ясные ведра, так после плача и душа твоя прояснится зарею благодатного утешения. Молитва печальному все равно, что прохлаждение во время зноя. Тихон Задонский Нужда научает молитвы, а молитва облегчает нужду. Иной истощается в домогательстве помощи человеческой, а не вспомнит о Боге. Помощник в скорбях, ныне ты нам. Салом 45-2 Филарет Ничто столько не может развеселить отягченного и удрученного скорби сердца, как воспоминания о Боге. Святой Исидор Пелосиот Чтобы стяжать терпение в скорбях и искушениях, веруй, что все делается с нами по воле Божией. Схимонах Парфений Бог наш Всеведущ, следовательно, Он слышит каждый наш вздох. Видит каждую слезу, пролитую нами. Бог наш всемогущ, следовательно, Он может избавить нас от всяких врагов, исхититесь с челюсти самой смерти. Бог наш приблаг, следовательно, Он хочет, чтобы мы наслаждались благополучием настоящей, дарованной от Него жизни. Итак, если при всем слом угнетает нас какое-либо несчастье, то это значит, что оно по суду Божию признается для нас полезным и необходимым. Если благие посылает страдания, то, конечно, и в страдании есть некоторое благо. Если провидение посылает тебе одну горькую чашу за другую, так что твое сердце начинает сомневаться в милосердии Господа, то говори сам себе, может ли солнце быть когда-либо без лучей, и может ли Бог любви не иметь более никакой любви? И с того мы и познаем, что Бог заботится о нас, когда несчастьями, скорбями вращует наши грехи. Во всех случающихся с тобой в жизни скорбях предавай всего себя на волю Божию, и ты получишь в них отрада и утешения. Испуганное дитя спешит на лоно матери, подобно сему христианин, пораженный скорбями, спешит под кровь благодати, твердо веруя, что скорее, мать земная забудет отрока своего, нежели Отец Небесный оставит любящих его искуситься более, нежели сколько они могут понести. Бог не попускает на нас искушение более сил нашей. В хрустальный и стеклянный сосуд легко ударяет мастер, чтобы не разбился. А в серебряный и медный крепко бьет. Так немощным легкое, а крепким тягчайшее попускается искушение. Тихон Задонский. Золотые дел мастер бросает драгоценный металл в огонь. Забывает ли его там? Нет. Он очень дорожит им, очень бережет его. Он сидит в ожидании у горнила, внимательно наблюдает за металлом. И как скоро видит свое изображение отражающимся в расплавленном золоте, он заключает, что опыт кончен и тушит огонь. Так точно и Спаситель бодрствует над горнилом бедствий, в котором христиане должны быть очищены, не допуская ни малейшего страдания напрасно, и ожидая только, чтобы образ его отразился в их сердцах. И чадо его выходит оттуда, как золото, очищенное седмерицею. В искушении человеческом унывать не должно. Верен Бог сотворить и по избытку. В дни печали проходят, как и в дни радости. В превратности несчастья здешней жизни надо бы насмотреть с таким же равнодушием, каким благоразумный человек в продолжении темной ночи ожидает ясного дня. Весьма был бы безрассуден тот странник, который бы отказался идти на родину, потому только что солнце небеспрерывно освещает путь его. Не будем падать духом, когда посягает нас бедствие. Каковы бы они ни были, они поток и мимолетное облако. Какую бы ты ни назвал скорбь, она имеет конец. На какое бы ни указал бедствие, оно имеет предел. Святой Златоуст. Как вы поступаете во время сильной бури, бури, терпеливо дожидаетесь тихой и ясной погоды. Благость Божия поселяет в вас надежду наслаждаться после грозы приятным временем. Так же поступайте, когда клевета и злоба вас преследует. Без роптания переносите оскорбления и с благодушием ожидайте минуты, в которой промысл озарит вас лучами радости. При бедах и напастях, скорбях и болезнях не предавайся унынию и излишней печали. В этом случае никто никого не вини, не дерзает, не уча роптать на проведение. Оно знает, что делает, ведя тебя тернистым путем. От тебя зависит сделать его розовым. Предайся водительству промыслов сесела и, безусловно, смирись под крепкую руку Божию. Поставь себя выше своих страданий и верь, что по воле Божией проистечет для тебя благословение из того, что почитал ты неиссякаемым источником печали. Верь, что темная бурная ночь твоего несчастья будет для тебя началом ясного и тихого дня. Из несчастья можно извлечь в себе истинное счастье, как из горькой скорлупы сладкое зерно. Наследникам Евы необходимо скорбеть. Но когда переносим скорби с благодарением, для нас клятва обращается в благословение. Нил Синаевский Не смущайся среди искушений. Кто посылает случай к сражению, тот даст и силы к победе. Бог, который налагает крест, тот и помогает нам носить крест. Проси Бога не столько о том, чтобы Он избавил тебя от настоящих бедствий, но более о том, чтобы Он дал тебе силы перенести их. Не малодушиствуй в скорбях, но молись со святым Златоустом. Подай мне великодушие, Господи! Девятнадцать. Счастье. Полного счастья нет и не может быть на земле. Земное счастье без некоторых неудовольствий быть не может, так же, как нарисованные цветы без теней, или как розы без шипов. Роза, покрытая тернием, делает людям следующее прекрасное наставление. Все, что есть приятнейшее в этом мире, о смертное, смешано с горестью. Вы не имеете здесь чистых благ, но везде и во всем примешано какое-нибудь зло к добру. С удовольствием соединено раскаяние, с супружеством вдовства, с изобилием труды и заботы, с возвышением страх падения, с знатностью лишней издержки, с утехами пресыщения, с здоровьем болезни. Василий Великий Многие богатство имеют, но не имеют здравия, мира, покоя и доброго имени. Самые великие радости земные носят в себе зародыш печали, вследствие мысли, что они некогда прекратятся. Князь и вельможа, да гроба только князь и вельможа. Возможно, на земле счастье омрачается мысль, что мы или оставим его, или оно оставит нас. Все земное изменчиво проходит, как тень, пробегает, как волна, увядает, как свет, исчезает, как дым. Счастье скоро проходит, кто удержит его? Кто воспрепятствует, чтобы сияние светлого дня не становилось время от времени бледнее, не простерлась тень, не наступила густая тьма с грозой, в том месте, на котором недавно при блеске света веяли весенние ветры. Бывает, что кто ныне ездит на колеснице, на следующий день заключается в темнице. Счастье подобно самым неприметным следам корабля, которые нарезаются спереди и исчезают сзади. Каждый луч солнца, изредка пробивающийся из-за облаков и быстро опять скрывающийся за ними, напоминает нам о быстротечности наших радостей, а не постоянстве земного счастья. Когда увидишь у порога свою бедную одежду нищего, вспомни, что завтра ты можешь быть беднее его. Не привязывай свое сердце к тому, что приходит, как тень, измельчиво, как облако, непрочно, как пар, непостоянно, как дыхание ветра. Что было бы с нами, если бы земное наше счастье было постоянно, когда и при непостоянстве мы столько к нему привязаны? Григорий Богослов На всем свете истинно счастлив только тот, кто счастья не желает, а несчастья не боится. В скорбях не унывай, в счастье не превозносись. Многие думают, что человеку труднее сохранить величие духа, в то время, когда он из счастливого делается несчастным. А я полагаю, что всего труднее сохранить смирение тому, кто из злополучного состояния переходит в счастливое. Седой Исидор Пилосиот Не чеванься с счастья, когда случится беда, тебе придется смириться. Не сокрушит того никакое бедствие, кому не вредит никакое счастье. Блаженный Аугустин Все ищут счастье, но немногие находят его там, где оно есть. Может всю жизнь гоняться за счастьем и не обрести его. Никакой земной источник не может утолить нашего сердца. Соберите все радости и удовольствия земные и отдайте их в удел одному человеку. Он и тогда скажет, «Все это для меня ничто, пока я чувствую в глубине моего сердца желания, еще не совершившиеся, пустоту еще не наполненную». Бессмертной души нельзя напоить водой у земных удовольствий. Эта вода только усиливает жажду в бедной душе. Сердце человеческое никаким временным благополучием не может удовлетвориться. Чем более богатства, славы, чести, тем более и желание к ним растет. Раб воздыхает о том, что не имеет свободы. Свободность окружается о том, что не имеет рабов. Золотых гор мало для любостяжания. Престолы низки для честолюбия. Чертоги не вмещают человеческих желаний, та же, как и хижины, хотя и сия могла бы быть еще менее для человеческого тела. Филарет. Голубица, выпущенная из нового ковчега, не могла в водных волнах обрести себе место, где бы успокоилась нога ее. Так и душа наша во всех земных вещах не может ничего найти, чтобы желание ее вполне удовлетворило и исполнило по причине их великого непостоянства и слабости. Всякое счастье, которое можно потерять, есть счастье ложное. Для истинного счастья нужно то, что везде и всегда с нами быть может, и чего никто из смертных не может ни дать, ни отнять. За счастьем ездит за моря и рыщет кругом света, а оно в нас, в нашем сердце, куда мы совсем почти не заглядываем. Только сердце может нас наградить истинным спокойствием, а следовательно и счастьем. Не ищите ничего вне души, все в ней. Ищи счастье в собственном твоем сердце. Если там его нет, то нигде не найдешь. О, если бы люди могли понять, что счастье зависит не от внешних обстоятельств, но от внутреннего состояния сердца, иной богато скорбит, другой убеден, а весел. Не всегда значит счастье, если ты велик, знаменит, богат и силен. Нередко это только испытание твое для истинного счастья. Живу ты в низком состоянии, спокойно и благополучно. Наука быть счастливым в простах. Люби свои обязанности и ищи в них наслаждения. Внутреннее сознание, что мы во всяком случае по совести исполняем нашу должность, есть драгоценнейшее счастье, какого только умный человек должен искать. Она доставляет душе мир и покой, с которым не может сравняться никакая выгода и никакое одобрение других людей. Нет человека счастливее того, кто может с полным сознанием сказать, что его временное счастье приобретено и заслужено верным исполнением обязанностей своего звания. Из всех удовольствий самое приятное есть то, которое вкушает после доброго действия. Счастье помогает тому, кто сам себе помогает умом и трудом. Один золотолюбец где-то сказал, «Желаю тебе лучшей капли счастья, нежели бочку ума». Но мудрец возродил ему, «Для меня лучшей капли ума, нежели море счастья». Григорий Богослов Чтобы быть счастливым, надо быть благочестивым. Имея истинное благочестие, и тогда будешь иметь истинное счастье. В страхе Божьем заключается семя истинного счастья. Если нет страха Божьего и благочестия, то не может быть и действительного счастья. Злые и развратные люди, несмотря на свою внешнюю веселость, внутренне в душе своей, лишены того мира и спокойствия, каким наслаждаются одни праведные и благочестивые. «Нет, мира нечестил, он говорит Господь Бог. Вели к миру любящий закон Твой». Даже один язычник взывал, «Господи, умилосердись над злыми, ибо Ты все радости предоставил доброму». Счетно слава человеческая, если внутренне обличает жестокая совесть. Что пользу страждущему лихорадкой на одре, сделанным из сановой кости, когда внутренний жар не потушается. Неприятно счастьем своим быть обязанным несчастья других. Совершенное счастье состоит в том, чтобы других счастливить. Думать о благосостоянии ближних значит присовокуплять к собственному своему благополучию. Кто собою доволен, тот счастлив и богат, но несравненно счастливей тот, кто делает других благополучными. Любовь есть неисчерпаемое сокровище. Кто этим сокровищем обладает, тот богат, кто его не имеет, беден. Зотоуст. Стяжи любовь, чтобы стяжать в себе возможное на земле счастье. Двадцать. Земные блага. Благо мира селоподобной розе, которая по виду прекрасна, по запаху благовонна, а стебель имеет колючий. Всего чаще слава покупается на счастье, удовольствие, на здоровье, мило из знатных, на независимость, деньги, на совесть, богатству жертвам спокойствием, чести богатством и опять спокойству честью. Обольщение, представляемое благом мира сего, так сильно и живо действует, что перед ними все бледнее, даже и слава будущей жизни. Один германский философ, в разговоре с друзьями, сказал однажды, «Для достижения такого-то предмета я отдал бы два миллиона лет из моего вечного блаженства». И он был чрезвычайно умерен в предполагаемом им самопожертвовании. Скоро гибнут насекомые, когда прельщаются блеском ночного светильника. Скоро гибнем и мы, когда обольщаемся красотой суетных благ. «Душа, порабощенная земным благом, не будет причастницей благ вечных. Кто слишком уважает настоящее, тот никогда не удостоится видеть будущее блага». Златоуст. «Любящая земное, более небесного, лишится и небесного и земного Авва Евгении». «Если и естественно желать лучшего земного, то не согласно с разумом искать оного с забвением и утратой наилучшего небесного. Бедны, безрассудны те, которые ничто предпочитают всему. Ничего не имеет тот, кто не стяжал спасения, хотя бы весь мир принадлежал ему. Человек не для мира, хотя мир и для человека. Прежде нежели душа наша отрешится от тела, а отрешим ее от мира. «Когда разлучишься с телом, тогда будешь сожалеть, что столько имел попечения о том, что не приносит тебе никакой пользы, Авва Исаия. Не привязывай своего сердца к земным благам, искание которых сопряжено с томлением и крушением, обладание со страхом, потеря со скорбью. Любить должно одно то, чего никогда не потеряем. Не вожделевай благ, употребление которых минуется и обладание которыми утрачивается, Нил Синаевский. Напрасно человек хочет утешаться тем, что пройдет скоро. Напрасно хочет он прилепляться к тому, что с ним не прибудет вечно. Напрасно хочет прилагать сердце свое к тому, что исчезает, как тень. Дмитрий Ростовский. Видимое временно. Второе корейстом 4.18. Что же смотреть на видимое? Какая польза строить на песке, писать на воде, гнаться за ветром или бегущую тенью? Для чего коростолюбивые, честолюбивые, завистливые, несытыми глазами хотят поглотить весь мир? Прежде нежели они могут насытиться, исчезнет мир, и прежде нежели мир исчезнет, исчезнут они от мира. Оставь искать суету, пока она тебя не оставит. Оставь искать того, что сысканное вскоре оставишь. Не почитай себя обладателем того, чего, умирая, никак не возможешь взять с собою. Нагий шел ты из утровы матери своей, нагло отойдешь. Ничего ты не принес в мир сей, ничего и не возьмешь с собою. Из мира ничего не вносим, и из мира ничего не вынесем. Нагий вступает человек в земную жизнь, а выходит из нее, покинув и самое тело. В трехоршинном месте заключаются и те, которые всем светом недовольны были. Человек не доживает и ста лет, а суетится на тысячу. Сперва ищем необходимого, потом думаем о полезном и приятном, наконец, и лишнее нам излишнее представляется необходимым. Человек да то ли не будет иметь конца своим заботам, пока не возлюбит того блага, которое не может у него быть отнято. Блаженный Августин. Кто много ищет, кроме одного Бога, и спасения души своей, тот ничего не найдет, кроме смущения и печали. Амаким Писки. Не очень ищи себе утешение в том, что дано тебе очень на малое время, а ищи истинного утешения в Боге, это утешение навсегда при тебе останется. Великая злоба для человека, что он хочет наслаждаться предметами, которыми нужно только пользоваться, и наоборот, хочет пользоваться теми, какими бы должен услаждаться. Блаженный Августин. Любя, что не должно, не будешь любить того, что должно, Авва и Вагрии. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если твое сокровище, то, чего ты желаешь, о чем пищешься, что любишь, находится на земле, то не думай, что сердце твое было на небеси у Бога. И два глаза имея, мы не можем смотреть вдруг и на небо, и на землю, и назад, и вперед. Тем более, имея одно сердце, мы не можем прилипляться и к Богу, и к созданию. Тихон Задонский. Любовь к земным вещам есть смола, связывающая крылья духовные. Люди, сильно предавшиеся житейским попечениям, подобно откормленным птицам, понапрасну имея у себя крылья, влачатся по земле вместе со скотами. Святой Василий Великий. Кто связан пристрастием к земным благам, тот не обладатель, а обладаемый. Блажен Агустин. Если пристрастие к земному держит тебя в своих узах, то ты подобен орлу, держимому западнюю за ногу и немогущему лететь вверх. Ава Фиагност. Есть нечистые животные, которые глядят только в землю. Они так и созданы, что не могут воззреть на небо. Кто забывает небесное, прилипляется к земному, подобен этим животным. Но несчастнее их. Они не имеют разумной души, а ты бессмертную душу. Если будешь углубляться в одно только земное, то бойся, чтобы не снизойти тебе в ад навеки. Не попустим бессмертной душе пристрастием погребать себя в землю, в которой и тело наше не должно навсегда оставаться. Кто хочет плыть, тому прежде надлежит отвязать или для поспешности отсечь веревку, которую лодка его прикреплена к берегу. Кто желает действительно быть на пути к небу, тому необходимо нужно или постепенно со вниманием и усилием разрешить, или если боится закоснить, если чувствует в себе довольно силы, решительным ударом отсечь все страстные земные привязанности. В отложении много попечительности житейской состоит самое лучшее о себе попечение. «Если презришь все мирское, будешь в драгоценении целого мира, златоуст. Чтобы тебе соделаться достойным небесного, презирай настоящее». «Все предметы нас окружающие, суть блага сами в себе, потому что они суть дела рук Божиих, а всякое создание Божие хорошо. Следовательно, немало непредосудительно желать их и пользоваться ими, только бы желание это не было пустой прихотью, а употребление злоупотреблением. Будем желать, это позволено нам Богом, будем желать и благ временных, но без страсти, без привязанности к ним. Будем испрашивать их у Господа, но без настойчивости и нетерпеливости. Будем трудиться для их приобретения, но без излишней заботливости. И когда ему будет угодно, расстанемся с ними без сожаления и сетования. Благом и века сего должно пользоваться с умеренностью, даже с некоторой недоверчивостью, с опасением, чтобы доброе свое не принять все в жизни этой, без остатка, утешение для жизни будущей. Учись временным пользоваться так, чтобы оно нисколько не препятствовало тебе стремлений к вечному. Благоземные соделы средствами к приобретению благ небесных. Благоземные ложны, а они гибельны для всех, кроме тех, которые этими благами приобретают благо вечное. Ищите прежде Царствие Божие, правду и его, и это все, все нужное для нашего земного существования, приложится вам. Вот закон наших отношений к земному, без ущерба для небесного. Вот верное указание приобрести самые земные блага себе, не теряя обладание небесным. Благо мира всего годно только для времени, а Царствие Божие и для времени, и для вечности. Когда мы, оставляя земные желания, всем сердцем устремляемся к исканию Царства Небесного, Бог дарует нам его, прилагая к нему и земные блага. Если мы хотим получить все блага, то будем искать благ Божиих. Как ищущие мирских благ теряют те и другие, так и предпочитающие блага Божие получают и те и другие, златоуст. Ищи того, что Божие, и человеческое последует весьма легко. Если станем искать нетленного, то придет и этот тленный, он же. Ищи благ будущих, и получишь настоящее. 21. Земные удовольствия. Да не услаждают тебя земные веселости, которые временны. Это удочка, как рыба, приманивающая и уловляющая душу. Нил Синайский. Человек, неразборчиво отдающийся приятным впечатлениям, от каких подо ни было предметов, подобен тому, кто готов употреблять всякую пищу, приятную на вкус, не заботясь о последствиях такой неразборчивости. Шумные светские празднества и пиршества представляют удобнейший случай к греху. Великое искушение быть принуждаемым обязанностью или званием своим являться на них. Великое неразумие ничем не ограждать себя против ядотворного воздуха, веющего на них. Явная неверность пред Богом не уклоняться от них при возможности к тому. Явное безумие вмешиваться в них без всякой уважительной к тому причины по одной суетности и рассеянности. Посредством ничтожных забав, которые в свете называются невинными, так же легко входят в душу великие грехи, как сквозь малые скважины легко входят в жилище тлетворные ветры. Мир представляет себе забаву почти такой же потребностью жизни, как труд, пища и покой. Он думает жить, играя. Нет, жизнь не игра, но дело важное. Земная жизнь дана человеку для того, чтобы из нее, рукой свободной воли, силой Божьей благодати, выработать вечное блаженство. Кто понял это дело и занялся им, как должно, тот едва ли найдет много времени для игр и забав. Человек. Кто-то справедливо заметил. Скажи, с кем ты знаком, и я скажу, кто ты таков. Но кажется, еще справедливее выразиться так. Скажи, чем ты занимаешься и в чем находишь свое удовольствие, я скажу тебе, высокой ли цены все внутреннее содержание твое, священник Херасков. Глаза свиньи имеют такое природное устройство, что обращаться к земле и никак не могут взглянуть на небо. так и у тех, кои услождаются чувственными удовольствиями, душа, не спадшая в тину сладострастия с трудом, может взирать к Богу или мудрствовать что-либо достойное Бога. Люди, угождающие чувственности, по утверждению святого апостола Павла, не могут понять неоцененных благ, уготованных небесным завоздаятелем для душ добродетельных. И приверженцы мира всего не имеют понятия о других удовольствиях, кроме тех, кои находят в удовлетворении своим прихотям. Когда израильтяне начали пользоваться произведениями плодоносной земли, в которой перешли из пустыни, то манна, до того времени их питавшая, перестала падать с неба, и душа, пристрастная к чувственным удовольствиям, падкая к приманкам здешней жизни, тщетно будет надеяться вкушать божественные утешения. Надо отказаться от первых, чтобы наслаждаться последними. И то, и другое не может быть вместе. Желаете ли, чтобы Бог был для вас сладостной манною? Пусть же мир со всеми суетами притворится для вас в пустыню. Когда отречешься от внешних утешений, тогда возможешь созерцать небесное и чаще радоваться внутренней радостью. Фома Кимпийский Чем дальше человек отступает от всякого земного утешения, тем более он приближается к Богу. Беги создание, если хочешь иметь создателя. Радости земные подобно огню угасающему, который едва вспыхнет и мгновенно погасает. Едва пир кончился, и веселье тотчас все улетает. Земные удовольствия начинаются весельем, окончаются скорбью. Сравни наслаждение тленное с его суетностью, угождение плоти с душевной тягостью, которого оно неизбежно лечет за собою, утешение временное с душевной скорбью, которую оно всегда причиняет, и прельщаться всем этим не захочешь. Тот, кто вечно думает, как бы повеселиться, рискует скучать очень долго. Бальзак Кто весело прожил на свете, тому умирать нелегко. Обыкновенное правило сластолюбцев «Веселюсь, еще есть на что, но это веселье кратковременно, а скорбь следующая за ним нескончаема». Сладость временная готовит человеку горе свечную, если кто неразумно к ней пристращается. После нескольких минут наслаждения предстоит вечность мучений. Нельзя тебе вместе иметь и ту, и другую радость, и в здешнем мире наслаждаться, и в будущем со Христом царствовать, по-моему, аимпийски. Безумно было бы думать, что можно наслаждаться с миром и царствовать со Христом блаженный Иероним. Приятно настоящее, но оно есть сон в сравнении с будущим. Что значит наслаждение земными удовольствиями в сравнении с состоянием будущего блаженства, как несновидение одного дня с целой жизнью? Не безумным ли был бы человек, который бы из-за того, чтобы увидеть приятный сон, решился терпеть наказание во всю жизнь златоуст. О, какими слезами можно оплакать то развращение, что иной душу свою кровью Христовую искупленную предает за минутное чувственное удовольствие. Лучше здесь временное все терпеть, и там вечно веселиться, не жили здесь временно с миром гулять, и там вовеки мучиться. Лучше с Лазарем здесь терпевшим временно терпеть, и там вечно лонь Авраум успокоиться, нежели с богачем здесь веселившимся временно веселиться, и там страдать в пламени вечно он же. Удовольствие подобно цветку испускающему благовония, которое должно умеренно нюхать, должно, дабы не притупить обоняние и долей наслаждаться его запахом. Надо нарадоваться так, чтобы никогда не выходило из памяти горе грядущего суда. Святой Григорий двоислов. Только те удовольствия на земле невинны, среди которых можно спокойно помышлять о смерти и о втором пришествии Христовом. И среди невинных удовольствий не забывай, что тебе надо еще плакать о грехах. Да умолкнут языки говорящие, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Вы напротив ответствуйте и скажите, будем поститься и молиться, ибо завтра умрем. Остерегайся вкушать удовольствия, которые могут стоить слез твоему ближнему, Конфуции. Горе тем веселящимся, от которые другие плачут. 22. Честь и честолюбие. Почести и удовольствия мира весьма суетны, а те, которые ищут их, еще суетнее. Не достоин тот чести, кто ищет чести. Честь бежит от того, кто гонится за ней для нее самой. Люди достойны оказывают в себе новое достоинство, когда отрекаются от достоинства. Та честь может назваться истинною, которую некогда Бог наградит избранных своих. Как ржа снидает железо, так честолюбие снидает сердце человеческое. Ау Исайя. А сам честолюбивый не может терпеть честолюбие в других. Роскошный легко дружится с роскошным, корыстолюбивый, если не в сообществе с корыстолюбивым, то убивает его. Но честолюбивый честолюбивого старается не зринуть и истребить и не оставляет в мире покоя никого, потому что последняя цель его есть видеть всех под ногами своими. Честолюбие стремится к правовношению себя столь неудержимо, что если можем зайти выше всего, что есть на земле, немало тем не удовлетворясь, скажет подобное изображенному пророком царю Вилонскому «Взойду на небо, поставлю престол мой среди превыше звезд». Или подобно царю египетскому «Кто есть Господь, которого был голос я стал слушать исход 5.2 он же Филарет?» Чест неразумному как меч, которым и себя и других убивает. Иногда люди, которые высоко ценят честность, попускают в себе дела, которые честность очень невысоко ценит. Истинно честный человек защищается не шпагой в руках, но беспорочной жизнью, а бесчестный не обмой себя и всей своей кровью, если не справится. 23. Слава. Земная слава есть ли что-нибудь большее, как только поверхностный блеск? Тем, которые смотрят на ее блеск, она большей частью недостижима, а те, от которых исходит блеск, знают, что слава земная не есть верное знамение радости. Филарет. Кого ждет слава, того ждет и скорбь. Где слава, там и зависть, где зависть, там клевета и козни. Слава один пустой дым, могущий заслепить на время глаза, но нисколько не стоящий того, чтобы гоняться за ним всю жизнь. Не увлекайся славой, чтобы тебе не обмануться своим благополучием, как часто обманывается ступающая на весенний лед. Заботься всегда о вечной славе, потому что настоящая слава ежедневно обманывает Григорий богослов. Слава от людей так же ненадежна, как и сами прославляющие Златоуст. Не тот славен, кого мир славит, но тот, кого Бог прославит. Ищи славу от людей не себе, а единому Богу, а себе от единого Бога, а не от людей. Кто ищет славы человеческой, тот не родит о славе Божией. Кто желает вечной истинной славы, а временная слава не заботится, по-майке Писки. Истинная слава состоит в том, чтобы презирать славу человеческую, считать ее за ничто, а все делать и говорить только в угождении Богу, Златоуст. Кто не брежет о славе человеческой, тот сподобляется славе Божией, Исаак Сирин. Нельзя и временную любить славу, исподобиться вечной. Не продавай будущее славы за похвалу, ничего не стоящую, Нил Стенайский. К получению славы нет лучшего способа, как убегание славы, Златоуст. Как богат не тот, кто во многом умеет нужду, но кто ни в чем не нуждается, так и славен не тот, кто ищет славы, но кто презирает ее, он же. Если хочешь прославиться, презирай славу, и будешь славнее всех, он же. Хочешь ли иметь славу, убегай славы, и будешь иметь славу, хотя и не желаешь ее. За ничто ставь себя ради Бога, и не узнаешь, как будет умножаться слава твоя во всю жизнь твою, Исаак Сирин. Если хочешь достигнуть славы, презирай славу, а если будешь гонять за славу, и лишишься славы, Златоуст. Слава как тень, кто за ней гонится, того она бежит, а кто бежит от нее, того она догоняет. Все человеки Божьи не любят быть в славе между человеками. Истинно добродетельный человек более похвал боится, чем клеветы. Слава доброму человеку свидетельство доброй совести, по-макимпийски. Человек, который, поступая согласно со своей совестью, не смотрит на то, что думают об нем другие люди, есть великий человек, Карамзин. Делай то, что достойно награды, но не ищеной. Люби слушать советы, а не похвалы. Услышав похвалу себе, вспомни свои недостатки и помысли, каков ты должен быть, если услышишь хвалу себе, помышляя о грехах своих и избежишь тщеславия, которое легко впадает прельщающейся земной славою. 24. Именитость происхождения. Безрассудно и пагубно для души хвалиться своим саном, хотя бы он даже и действительным трудом или геройством человека был приобретен, еще безрассудие и нелепее ставить себя выше и считать себя лучше других ради одного только происхождения своего от именитых родителей и предков. Не почтете ли вы безрассудным того, кто станет вменять себе в заслугу, когда дождь, обходя соседние поля, плодотворит только его жатву? И сами вы поступите столь же легкомысленно, если вздумаете хвалиться своей породой, которая без лишних достоинств теряет всю свою цену. Человек, хвалящийся своей породой, подобен стеклу, которое блестит от солнца, но при малейшем от него удары развивается. И человек, не имеющий собственных достоинств, есть ничтожен. Хвалиться славой и благородством своих предков значит искать в корнях плодов, которые должно было бы находить в ветвях. Суетная похвала иметь добрых предков, но делам их не подражать. Благородство не в знатности предков, но в беспорочности нравов златоуст. Город тому человеку, у которого имя знаменитий дел его Ава Силуан. Имя должно соответствовать жизни, а жизнь украшать имя. Блаженство веры, соединившись со Христом, от Него, как от второго Адама, ведет духовное свое происхождение и предками своими может считать всех древних отцов, предшествовавших Ему в вере и благочестии. 25. Богатство Ничто на земле так не господствует над умом и не овладевает столько сердцем, даже сердце именующих себя христианами, как деньги и богатство. Золото идол, в капище которого толпилось и толпится наибольшая часть рода человеческого. христианами, искуп христианами, а служим золоту, проповедуем владычество одного, а покараемся другому. Золото только быть знак изобретенным для облегчения мены, а они теперь сделали с добычей, за которую проливается даже кровь христианская. Все спрашивают, богат ли такой человек, а никто почти не спрашивает, умный или добрый человек. Когда говорит золото, тогда все другие слова недействительны. Оно умеет убеждать, хотя и не имеют языка, Григорий Богослов. Золото такая же ловушка для людей, как сеть для птиц, он же. Как Исаф продал первородство за некую пищу, так многие наследия Царства Небесного, обещанные от Христа, продают за временное сокровище. Как Иуда продал Христа за 30 серебряников, так многие благодать Христову продают за богатство тленное. Нельзя совместить служение Христу со служением Мамоне или богатству. Никто не может работать, служить двум господам, потому что они повелевают противное. Христос говорит, щади бедных, а Мамона внушает, отнимай то, что они имеют. Христос говорит, истощай свое умение на бедных, а Мамона внушает, бери то, что у них есть. Златоуст мух, который утопающего в воде еще более в воду погружает. Не оскорбляй бедного, он богу пожалуется. Пощади бедного, да и тебя бог пощадит. Те, которые, по-видимому, ничего не имеют, кроме слез и нищеты, много имеют, чем состояние поделиться с богачом. Здесь богатые часто покровительствуют бедным. Там в будущей жизни бедный будет заступником богатого. Христианин, учись подражать Закхею, начальнику мытарии. Если хотя малейший упрек совести слышишь, когда подумаешь и рассудишь о своих сокровищах, пусть совесть всегда будет весами при твоей торговле. Мы обыкновенно предпочитаем счастливые посредственности богатства, которые, между тем, источник почти всех несчастья в человеческом роде, и для самих владителей нисколько не источник истинного счастья. С богатствами разлучшей заботы, как ржавчина с железом. Богатства в снискании их утруждают, во владении наносят страх, а в потере сетования. Не слишком гоняйся за богатством, как бы ни был ты богат, все у тебя не будет и половины того, чего ты желаешь. Не дух богатолюбия таков, что ничем не ограничивается, требуя все большего. Он врачует себя от жажды тем, что непрестанно пьет. Григорий Богослов. Не одни бедные бедные, если богачи бедные. Беден тот, ассет еще больших. И ноль богат деньгами, а беден душою. Нищий тот богач, кто кленным серебром и златом богатеет, но добродетель ее нищенствует. Что польза, сундуки иметь веществом наполненное, а душу иметь праздную от добродетеля. Нищий тот богач, который внутри не имеет сокровища душевного, хотя бы все вне себя имел. нет никакой пользы в деньгах, когда бедна душа. Что польза для богача в обладании всеми благами, когда он не обладает богом, высочайшим благом, блаженный ироним. Блажен богатый, который никогда не теряет из виду богатства благодати златоуст. Тогда мы изобилуем богатством, когда его презираем, и от Бога только ищем богатство, он же. Прилепившийся сердцем к богатству земному, не взыскует небесного богатства. Погибнешь, о, смертный, если только погибающее собираешь сокровища. Если надеешься на богатство, на что уповать будешь в последний час жизни твоей. За первым богачом, как и за последним нищим, идут в вечность одни дела его, благие или злые. Если и мир весь приобрящим, и тогда все же во гроб селимся, где не разрешишь царя от нищего. Человек, умирая, все оставляет, и самое тело его погребается в земле. Вы имеете поля, леса, луга, сады, пруды, рощи, и что еще? А маленький уголок земли, имеющий два шага воршину и шесть в длину, он будет вашим жилищем. И одного камня достаточно будет для вашей стражи, Василий Великий. Напоминай себе часто, что через недолгое время или богатство тебя оставит, или ты оставишь богатство. Есть одна весьма мудрая поговорка. не надо пренебрегать инородными пословицами, когда они заключают в себе какую-нибудь здравую мысль. А поле так говорит она, сколько, о, поле, сколько ты имела господ, и сколько еще будешь иметь, златоуст. «Каким богатством здесь кто не обладал бы, всегда слышен сей печальный голос. Сколько оно продолжится, блаженный Агустин. Хотя ты еще излучайно пристрастен к богатству, оно недолго останется у тебя. Богатство это раб неверный, наложи на него тысячи цепей, он уйдет из цепями. Не привязывай своего сердца к тому, что дается тебе на время, это не богатство, что скоро уйдет от нас. То истинное богатство, которого, обладая им, потерять не можем, блаженный Агустин, а обходить земным богатством, как с гостем, которое надо честно принять и честно проводить. Когда нет богатства, не должно его желать, а когда оно есть, надо намного думать не о том, чтобы обладать им, но о том, умеешь ли располагать им, святой Василий Великий. Богатый не хозяин, есть богатство ему от Бога данного, но приказчик и расходчик, которого, дарвавшему Господу, ответ должен воздать в свое время, ибо никто ничего с собой не принес в мир, кроме тера нагого, и потому ничего своего не имеет, но все, что не имеет, Божие есть добро. не тот богат, кто много имеет, а тот, кто хорошо пользуется тем, что имеет. Ты владеешь богатством, а ему не давай обладать тобою. Кто раб богатства, тот и хранит его, как раб, а кто сверх себя иго рабства, тот раздает богатство, как господин Блажен Августин. Богатства даны нам для сохранения нашей жизни, а не для побуждений ко греху. Золото должно служить средством ко спасению, а не к погибели души, Василий Великий. Бог дал тебе богатство с тем, чтобы ты им купил небо, Зотоуст. Будем стараться, чтобы имение долженствующее погибнуть, изменить в награду никогда не гибнущую, Григорий Двоеслов. Искусство все превращать в золото отнюдь не так важно, как искусство превращать мертвое золото в живую и от смерти избавляющую добродетель. Филарет. Куда девалось твое имение? Спросил мне катацарь Иоанн Васильевич Шереметьев своего вельможи. Через руки бедных я припроводил его к отцу небесному, отвечал он. Вот самое лучшее употребление богатства достойно истинного христианина и русского вельможи. богатого, не только не имеющего привязанности к богатству, но и охотно уделяющего от оного тем, которые терпят недостатки и лишения, можно уподобить общественным фонтанам, принимающим воду для того только, чтобы пользовались ею все, кому и для чего она нужна. богатство обильный источник водный, который посчастливилось тебе открыть, протекает во двор твой, а потом напоив тебя истекает другим, так дотечет к тебе и так дотекает от тебя богатство. Дается тебе богатство, чтобы и ты давал. Богатство и благотворительность должны быть неразлучны. Бог премудрый и праведно устрояет благополучие бедствующих через человеколюбивые благодетели и блаженство благодетелей через дела человеколюбия. Богатые только тогда войдут в царство небесное, когда введут их бедные. Богатые безбедных не могут спастись. Если только они отверзают руки для бедных, то Бог отверзает для них врата небесные. Блаженный Августин. Без бедности и богатства бесполезны. Златоуст. Богатство тогда только может быть нашей собственностью, когда его нищим раздаем. Златоуст. Богач, когда умрет, ничего не возьмет с собой. Тот берет с собой свои блага, кто раздал их требующим. Милостыня, поданная нищим, есть сокровище богатых, собирающие на земле сокровища уподобляется тем, которые скрывают свои плоды в низких и влажных местах, не рассуждая о том, что они в краткое время могут обратиться в гниль и ржавчину. В доме сокровище небезопасно, а в руках нищих безопасно. Златоуст. Не тот богат, кто много имеет, но кто много дает неимущим. Богат не тот, кто много приобрел, но тот, кто много рождал, он же. Если вы цените богатство ради той чести, какой они вам доставляют, то подумайте, во сколько крат более для вас славы называться отцом тысячи бедных, чем считать тысячи монет в вашем кошельке, святой Василий Великий. А силком можно узнать качество золота, а золотом качество человека. Хилон. Кто любил богатство, тот не может любить ближнего. Если б я богат был, говорит Иной, я бы золотил весь свет. Пустяки. Часто мы дорожим копейкой при богатстве более, чем рублем в бедности. Богатство часто бывает концом одной нищеты и началом другой нравственной. Сенека. Лучше презирать деньги в бедности, нежели в богатстве. Легче презирать деньги в бедности, нежели в богатстве. Почитая богатство ни за что иное, как затерн, уязвляющий и окровавляющий тех, кое сжимает его в своих руках, блаженный августин. Богатство для порочных препятствий, а для добрых пособия к добродетелям, святой Амроси Медиалански. Будем обвинять не самые вещи, но испорченную волю, ибо можно и богатство иметь, и не обольщаться им, святой Златоуст. Большое различие имеет яд и быть отравленным. Те, которые знают аптекарскую науку, почти всегда пользуются ядом для благих употреблений своего искусства. И никак нельзя сказать, чтобы они отравлялись им, потому только что имеют яд в своих кабинетах. И вы можете иметь богатство так, чтобы яд, который ему свойственен, не доходил до вашего сердца, чтобы вы имели его только в своем доме, а не в сердце. Бедность евангельства состоит не в лишении богатства, но в отсутствии привязанности к нему. Можно быть бедным, да недостатка самым необходимым, но вместе с тем очень богатым жаждой и стремительностью богатства. И напротив, можно обладать всеми благами земного счастья, и однако не иметь к нему привязанности. Святой Зотоуст. Что делают мореплаватели, как буря грозит потопить корабль? Они бросают груз в море. Вот чем объясняется совет данный Иисусом Христом богатым у юноши, которому пристрастие к богатству грозило вечной гибелью. Исполнение этого совета было для юноши единственным средством спасения. Не богатство губит богатого, но употребление богатства. Не богатство заграждает вход в царствие небесное, но злоупотребление богатству. Не богатые, но служащие богатству осуждаются. Святой Зотоуст. Не богатство худая вещь, а худо сребролюбие. Ты богат. Я не против этого. Ты скуп. Вот за что я осуждаю тебя. Он же. Будем поступать, как малые дети, которые, держась одной рукой за отца своего, другой собирают в роще ягоды. И мы одной рукой сбираем здешнее благо, другой будем держаться за десницей отца небесного. И сколько можно чаще обращать ему взоры свои, чтобы знать, угодны ли ему дела наши. 26. Сребролюбие и любостяжание. Никакая страсть не ненавистна столько, как гордость, и никакая не заслуживает столько осмеяния, как сребролюбие. Святой Петр Дамаскин. Если надеешься вечность получить, то для чего столько желаешь временного? Сребролюбивый человек есть самый несправедливый, ничего не принеся с собой свет, он столько заботится о земных сокровищах, как будто все с собой может унести из мира. Начало всякого греха есть гордость, а корень сил сребролюбия. Первое отвращает от Бога, а второе обращает к тварям. Серебролюбие съесть богоотступник, так как серебролюбие есть его служение. Спросили Аллу Исаию, что есть серебролюбие? Он отвечал, не веря Богу в том, что он печется о тебе, не надея на обетование Божие и любовь к гибельным удовольствиям. Страсть к приобретениям заглушает часто у родителей года с природы, возбуждает ссору между братьями, наполняет пустыни убийцами, моря разбойниками, порождает плеветников в городах. Василий Великий «Руки» «Звук металла, наполняющий уши сребролюбца, делает его глухим голосу благодати златоуст. Сребролюбец ни о чем не хочет, ни слышит, ни говорить, как о серебре, и росте, и о росте на рост. Связанной постоянной мыслью и заботами о своем золоте, может ли человек стремиться к небу и домогаться нетленных небесных сокровищ? Его сердце зарывается в своих богатствах, как улитка в скорлупе, не имеющая ни желания, ни даже возможности расстаться с нею. Невозможно любить вместе серебро и душу златоуст. Хороши слова думают про себя серебролюбец поучаемый нищелюбие, но золото лучше. Ростолюбцы шуточно говорят, что и для глаз полезно смотреть на золотую монету. Как море не исполняется притоками рек, так серебролюбец не насыщается никакими стяжаниями. Ад не скажет довольно притча 30-16 и любостяжательный никогда не говорит довольно святой Василий Великий. Серебролюбец чем больше находит, тем большего ищет. Хорошо некто сравнил корыстолюбцов страждущими водяной болезнью, как те, чем более имеют воды в своем теле, тем более чувствуют жажду, так как корыстолюбцы имея много, желают большего. затаус. Любостяжательное сердце подавляется огню, который дальше и дальше идет по сгораемому веществу, и одно разрушает, другое охватывает. Василий Великий. Как огонь охватывает множество дров пространнее расширяется, так и серебролюбие, прежде подобясь маленькому ручейку, напоследок делается неизмеримым океаном. Все грехи стареются с человеком, а одна любостяжательность юнеет с каждым днем, амброси медиаландский. Искатель драгоценного камня неутомимо бежит за блестящим метеором, пока не успокоится под камнем могильным. Серебролюбие богатство тоже, что безумному меч затаус. Корость не столько наполняет дом богатством, сколько душу заботами. Свободен ли корыстолюбиец? Не доколен ли золотые окуры? Серебролюбиец связан заботами, как пленник цепями. Как море никогда не может быть безвол, так и сердце серебролюбивого человека не может быть без печали, попечения, страха и мятежа. Затаус. Серебролюбие всегда носит с собой зависть, которая мучит обладаемого ею прежде, нежели он станет изнурять подобных себе, подобной ехидии, которая умерщает свою матерь, прежде, нежели наносит вред другим матерь критики. Жадного корыстолюбца, имеющего множество благ, но не имеющего мира и покоя, может сравнить с деревом, которое снаружи покрыто листьями и обременено плодами, а внутри уже изъедается червями и близко будут тихо, тихо,